Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегии. Помогать и спасать». И я ее ведущая Анастасия Данилочкина. Сегодня гость нашей студии – врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, заведующий отделением эндоскопии клинического госпиталя МВД России по городе Москве Леонид Ичиславович Домарев. Здравствуйте! Добрый день! Мы нашу передачу строим как бы с истоков сначала с детства. Давайте обратимся вот с момента как бы вот вашего такого сознательного становления, когда вы ощутили, что вы будете врачом или только мысли зарождались. Какой это возраст? На самом деле я могу сказать, когда у меня определилась сама мысль оформилась в том, что, возможно, я буду заниматься медициной, я могу вам даже точно год назвать. Это 1986 год. Связано это было с трагедией в моей семье, когда у нас очень любимый наш родственник умер от онкозаболевания, и как-то это очень серьезно отразилось на моей психике. И я когда-то, вот тогда первый раз, наверное, в жизни задумался о том, чтобы стать хирургом, врачом, и начать спасать жизнь именно вот этих вот группой больных, очень тяжелых, которые болели. Онкобольной. Онкобольной, да. То есть вот у маленького мальчика вот это вот ощущение ухода, смерти, да, и желание как-то преодолеть. Да, желание помочь. Эту пропасть, как-то туда не упасть вовремя и спасти, да, вот это вот очень важный такой задел с детства вы получили. Да, отодвинуть от края, скажем. Отодвинуть от края. Да. И сколько вам было лет? Ну, если я 74-го года, значит, соответственно, мне было 12 лет, получается. Ну, еще очень юное, такое открытое этому миру сознание, такое позитивное, мечтающее, и вдруг раз, и все, и переключение на серьезные вещи. Моя крестная, на тот момент старшая сестра оперблока детской клинической морозовской больницы, впервые за руку меня привела в предоперационную, я увидел, как работают хирурги, оперировали ребенка маленького, все хорошо, удачно закончилось, я видел вот эти вот лица, сияющие глаза над маской, как я это называю, да, и что все хорошо закончилось, и очередная маленькая жизнь была... Жизнь спасена. Спасена, да. Вот она, по крайней мере, вернулась к здоровью, да, к этому человеку. Значит, вот случай в детстве, да, такой трагический, потом ваша родственница, тетка, да, родная, Валентина Петровна Жигунова. Жигунова. Да, да, и этот человек, как бы, как ангел такой, проводник ваш, который еще вам привел и показал, это же надо еще войти в эту среду и не испугаться, ничего не отпугать. Скажем, что вот свою миссию к крестной матери, она выполнила, на мой взгляд, да, она меня направляла, она очень поддерживала меня, поскольку у меня в семье врачей нету, и даже близко никого нет медиков, то она, да, действительно, всяческие мои вот эти желания, она очень внимательно меня выслушивала, спрашивала, что я жду от этой профессии, да, как я ее себе представляю. Ну, в общем-то, у нее колоссальный опыт был, конечно, на 45 лет, по-моему, проработала в Морозской больнице, поэтому она... Это детская больница. Детская Морозская больница, да. Как раз там все такое вот первозданное, первые эмоции, такая очень искренняя, нерафинированная ощущение еще жизни, да, и уже боль, поэтому там самые искренние глаза, безусловно. Вы это смогли увидеть, то есть прямо в операционную вам был доступ, да? Ну, меня, то, что доступ, меня, да, привели за руку, да, и показали, как работает хирург. Какие первые были впечатления? Вот что, какой отпечаток? Анастасия, вы знаете, у меня колоссальный интерес возник, и плюс еще было одно обстоятельство, очень интересное, на мой взгляд. У меня, у моих родителей очень хорошие друзья, и они живут на Большой Пионерской. И как-то было принято, как раньше, да, все семейные праздники вместе отмечали, и мне очень нравился вид, который открывался у них из окон. Он открывался на такое большое здание, в котором горели синим цветом окна, и мне очень тогда, вот, хорошо бы работать именно там. Ну, в общем-то, моя мечта осуществилась, да, через несколько лет, 10, может, 12. То есть вы уже смотрели в свое участие? На институт хирургии имени Вишнерского, да, который находится по адресу Большая Сермуховская. Вот я смотрел, оказывается, в эти окна. Все-таки судьба себя проявляет, какой-то здесь есть детерминизм. Я верю в судьбу, да. То есть вы медиком должны были стать судьбой? У меня была, как бы, дилемма становиться медиком или биологом, потому что у меня большие достаточно были успехи в биологии. Я был призером городским олимпиад по биологии, и, в общем-то, в какой-то момент думал поступать на биофак МГУ, поскольку я считаю, что это одно из лучших наших учебных заведений. Согласен. Согласен. И, в общем-то, какое-то служение, да. Служение даже, наверное, да. И вот служить бы рад, прислуживаться тошно, да, опять же. И, наверное, да, это окончательно меня сподвигло, тем более, что я могу сказать, что в институт я поступил не сразу. И, чтобы не терять время, тоже по, скажем так, настоянию своего отца, я пошел в медицинское училище. Попу много играл в вашей жизни роль. Вы слушались отца. Да, я слушался отца. Это в моей жизни тоже один из основных людей, который направил, скажем так, меня в русло, в то, которым, в общем, я в газ. Хотя в семье вы первый медик. То есть династию начинаете как бы вот вы. Ну, я надеюсь, что будет династия, да. Хотя старший сын нет. Вот на сегодняшний день он захочет заниматься правом. Ну, надеюсь, на младшего. Может, младше станет врачом. Конечно. Врачами становятся, ими рождаются. И вот какие-то обстоятельства, если эта династия только вот начинает зарождаться, какие должны быть очень-нибудь веские основания. Хорошо. Вот 12 лет вы это все увидели, внутри себя пережили. Поняли, что да, это ваше. И как, что дальше складывается? Вы заканчиваете школу и поступаете на какие-то медицинские курсы или как? Это было медицинское училище. Причем я шел целенаправленно, поскольку я закончил 11 класс уже, да, и я шел целенаправленно не на медсестринское отделение, а на фельдшерское отделение. И закончил, я получил диплом фельдшера линейной бригады скорой помощи. Вот, и какое-то время... Это что-то особенное или это... Ну, скажем так, это чуть-чуть ступенька выше, чем медсестра, да. То есть ты можешь сам принимать решения какие-то, да, ты сам оказываешь помощь доврачебную первую, в общем, и как бы больше самостоятельности в этой профессии что-то, скажем так. То есть и больше ответственности. Ну, естественно, и больше ответственности, да. А тогда было очень тяжелые годы, да, на бригадах мы работали, как правило, по одному, даже ночами. Ну, это экстренная помощь. Да, скорая помощь, вот как вот сейчас люди видят. Ненормированная, которая может... Ну, спали, хорошо, если удастся там 15 минут где-то прокормить, либо пока из больницы добираешься, свернешься в кресле и немножко хватаешь сон. И это никогда не остановило, никогда не было ощущения того, что, ой, как тяжело, и я не справляюсь. Да был молодой сил было полно, и, в общем-то, это как бы даже... Потому что вы это очень хотели. Да, и какой-то драйв даже был. Это жажда спасения. И, в общем-то, проехаться с мигалкой по Тверской, это тоже очень круто тогда считалось. А самый какой-то яркий случай, может быть, еще в памяти свеж что-то, помните? Из вот этих мигающих ламп что-то... Каждое дежурство было там... Везде какой-то случай был. Ну, конечно, большинство это рутина, это давление, когда ты приезжаешь на вызов, да. Вот это осталось в памяти. Осталось в памяти работа на авто, так называемых, да. Это же организм, но это когда тебя вызывают на автоаварию, да, это, конечно, очень сильно запоминается, потому что и когда дети страдают, когда, в общем-то, люди переворачиваются на машине, это очень... А как вот себя собрать? Такая должна быть внутри еще и собранность, помимо навыков, квалификации, опыта и знаний. Это же еще такое... Столько сил и концентрированности в этот момент. Здесь же все счет идет на секунды. Ну, это работа. Это как бы... Ты включаешься в этот процесс, и ты уже не думаешь о том, что я делаю правильно, что я не делаю. Ты обязан сделать все правильно и обязан все сделать быстро. И ты делаешь все, что от тебя зависит, да, с той максимальной скоростью, которую ты можешь сделать. Ну, как правило, на такие вызовы ты ездишь не один, потому что там и врач присутствует обычно, иногда и два фельдшера. Но все равно это очень такая мощная командная работа, которая должна выполнять сверхпрофессиональный взгляд. Ну, просто в больнице это как бы, как правило, что-то плановое, да, вы общаетесь с пациентом, знаете приблизительно, что будете делать. Пусть каждый подход индивидуален, но, тем не менее, уже есть какое-то ощущение реальности, да. А здесь вы приезжаете на аварию и видите все как бы вот в таком виде. Поэтому... Каждый раз, да, каждый раз стресс, и каждый раз ты можешь поехать на то же давление, а тебя могут остановить по дороге, да. И ты обязан, в общем-то, не по своему вызову оказать медицинскую помощь, квалифицированную, даже если ты ехал там абсолютно по другому поводу. Вот мы молодого человека везли на гемодиализ, но нас остановили, и мы его тоже занимались авто. Ну, молодой человек подождал. Мы закончили, дождались вторую бригаду, передали больного, и потом свой вызов довершили, поехали на гемодиализ. Это учеба, а высшее, значит, учебное заведение, наверное, там начинается самое такое вот получение специальности, научная работа, наставники, в принципе, наверное, взросление, да, все в стенах вот медицинского учреждения уже высшего. Медицинский институт, да, я поступил в 93-м году, это был Российский государственный медицинский университет, тогда просто без имени, почему-то Пирогова тогда исключили из имени университета, на мой взгляд, очень смешно было. Но потом вернули, на самом деле, сейчас он тоже имени Пирогова, да, называется. Вот, действительно, у нас была очень мощная группа, наверное, две трети группы стали хирургами, значит, нашей. Причем различные квалификации, офтальмологи-хирурги, абдоминальные хирурги, вот. И, в общем-то, когда нас спрашивали на шестом курсе, там, мы все приблизительно шли в одно место, ну, вот наша группа, наверное, человек шесть шло на кафедру госпитальной хирургии номер два, это 31-я городская клиническая больница, где мы два года вот учились и работали в ординатуре. Это уже замечательное было время. Когда ты ходишь студентом, да, ты вот ночью поработал, может быть, поучаствовал в какой-то операции и с утра упорхнул, значит, на занятии, это одно. А когда вот ты ведешь там одну, две, три палаты, и этих больных ты видишь каждый день, и каждая судьба каждого человека, в общем-то, прослеживается на определенном участии. Уже становится, наверное, счастье вашей. Да, но, опять же, тут, Павлович, как в двух концах, тут нельзя через себя очень сильно много пропускать, иначе просто тебя убьет через какое-то время, тут и появляется, да, медицинский цинизм тут появляется. Вот дело на выгорание, это имеет место быть или для медицины нет? Ну, это нет, это не совсем то. Выгорание, я считаю, у людей развивается, те, которые, скажем, желание, оно не реализовалось как-то, да, понимаете? Потому что, когда ты от профессии ждешь одного, а получаешь или недополучаешь чего-то очень много, ну, вот тогда у тебя наступает разочарование, да, какое-то в профессии, в своем пути, и, наверное, вот это и называется термином выгорание, когда ты просто уже не можешь работать с полной самоотдачей, вот и все. Ну, тогда, наверное, стоит либо на время уйти в другую какую-то плоскую, потому что медицина, она многогранна. То есть нет такого, да. Это и научная работа. Это и научная работа, да. Педагогическая, да, то есть подаваться. Абсолютно точно. Или практикующий. Да, или можешь там пойти в практику какую-то такую. Но все-таки врач, наверное, это прежде всего практика, мне кажется, да, это вот. Ну, врачи разные бывают, они разные нужны. Врачи разные нужны. Да, да, но не всем же оперировать. Не всем же оперировать. Конечно, работать на скорую, это очень сложно понять, потому что ты один на лихом карте. Делаешь все. Да, и летишь вперед, шашка нагло. А вот когда ты в больнице, вот эта вот взаимосвязь, да, вот как бы ты должен погрузиться в нее, вот чтобы эффективно работать на самом деле, вот эти вот горизонтальные связи. И чем больше, тем на самом деле тебе легче работать. Реально. То есть со всеми по-хорошему, говоря простым, ты должен со всеми дружить абсолютно. Абсолютно быть дружелюбным и с больными, и со своими коллегами. И тогда у тебя получается... Ну да, если не будет коммуникации, ты просто не услышишь. Да, да, да. Ты можешь пропустить, да. Кто-то что-то, ты чего-то кому-то не сделаешь, кто-то же не сделает тебе. А в результате это пострадает человек. Да, прежде всего, пациент. Да, поэтому все в интересах пациента надо делать. Ну вот, слушай, у вас складывается впечатление, что вы очень такой думающий, погруженный в себя, такой человек, как склад ученого. Вы, может быть, хотели быть именно тоже больше в теории, нет? Нет. Все-таки практика. Без практики, да. Значит, просто такой вот... Любая наука должна быть прикладной. Да, надо, если ты что-то задумал, да, то это надо, чтобы было реализовано в каком-то... Ну, возможно, в каком-то варианте даже, может быть, не полностью, но хотя бы, да. Поэтому, ну, наукой в Институте Вишневского мы тоже занимались. Вот и хорошо. Тогда обратимся к науке. Институт Вишневского. В каком году вы туда попадаете? Сразу какое отделение для себя выбрали? Институт Вишневского, как ни странно, я попал случайно. Случайно. Но потом оправдается, что это закономерно. Да, я после ординатуры пошел, устроился работать в 4-ю городскую больницу, работал хирургом по оказанию помощи, экстренной помощи больным в оперблоке. Вот, ну, мне как-то казалось, что мне этого недостаточно. То есть там была такая рутинная работа, очень напоминает скорую помощь. Человек поступил, принял, ты его там направил куда-то, там, либо соперировал. В общем, это был такой конвейер своего рода, да. Вот, и тут мне знакомые сказали, что очень большой дефицит врачей в отделении эндоскопической хирургии Института хирургии Вишневского. Я пришел тогда на прием к нашему уважаемому профессору Лайм Павловичу Стреколовскому, вот, который посмотрел на меня, сказал, что молодой человек, где вы обучались, он имел в виду ординатуру. Я сказал, что я закончил кафедру госпитальной хирургии номер два под руководством сначала профессора Панцирева Юрия Михайловича, потом под руководством профессора Шапавальянца Сергея Георгиевича. Он сказал, что это очень хорошая, значит, учеба, и что он меня с удовольствием возьмет. Я начал работать там, причем сначала, вот, действительно, у меня была такая хирургическая перерогатива, то есть я занимался, вел... То есть практически хирургом. Вел хирургических больных. До этого эндоскопии я вообще эндоскоп в руках не держал ни разу. То есть у нас были эндоскопические дежурства в ординатуре, но они как бы манкировались немножко, потому что мы считали себя крутыми хирургами, а что это за эндоскописты? То есть вы ощущали себя, позиционировали именно как хирург? Как хирург, да. Но поскольку все в отделении занимались и тем, и другим, и третьим, я начал осваивать потихонечку эндоскопию. Поэтому, значит, эндоскопия начинается с института Вишневского. В хирургии Вишневского, да. И у меня был замечательный, почему он был и есть, научный руководитель. Это Юрий Геннадьевич Старков, под руководством которого я защитил кандидатскую диссертацию. Он доктор наук, профессор, до сих пор заведует отделением эндоскопической хирургии в Институте хирургии Вишневского. Мы все очень поддерживаем связь, очень часто встречаемся на различных конференциях, делаем доклады, совместно ездим в какие-то такие научные, ходим в научное сообщество вместе и поддерживаем всяческие связи. Это очень важно, когда ученик, учитель, наставник вместе дальше идут как бы по жизни. Это подпитывает, стимулирует. Да, очень подпитывает. Вы не можете стать хуже, вы должны расти в глазах учителя. Это тоже большая ответственность. А вот вы сказали, что сначала были хирургом, потом перешли в сферу врача-эндоскописта. То хирургия все-таки это инвазивный метод. А вот эндоскопический метод, он не инвазивный. То есть это попадание во внутрь через естественные отверстия, через естественные пути. То есть не нарушая, скажем так, целостность. Вот здесь вот это же какие-то параллели с хирургией. Или все-таки нет, это очень соосные моменты. Тут есть очень такая интересная тема. Вот у нас эндоскописты, они как правило, это хирурги по первому своему образованию, по первому своему диплому. Это последнее время. В последнее время только эндоскописты, эндоскопия выделилась в отдельную специальность и стали выдавать сертификат по специальности эндоскопии. А почему вот это разделение произошло? Это очень интересно. Ну вот считают, что... Потому что не нужно быть хирургом. Нет, эндоскопия, она очень мощная, выделилась в самостоятельную область. И даже вот те, что на Западе, все наоборот. На Западе эндоскописты это гастроэнтерологи. Только в двух странах эндоскописты это хирурги, это мы и Бразилия, по-моему, если мне память не изменяет. Мы считаем, что эндоскопия на самом деле достаточно инвазивная процедура. И каждая эндоскопическая процедура может заканчиваться хирургическим осложнением. То есть хирургический доступ обязателен? Вот так. Ты должен предвидеть, что может произойти в результате твоей манипуляции. И всяческие свои усилия, все свои знания применить к тому, чтобы этого не произошло. А до этого ты должен быть знаком с проблемой хирургического профиля. Потому что помимо диагностических исследований мы еще выполняем эндохирургические манипуляции. Это удаление полипов, это вмешательство на протоковой системе, это стентирование, это восстановление проходимости полых органов. А это уже инвазия. Причем инвазия. Какие вы кровожадные. Все-таки хотите нас разрезать. Мы хотим удалить то, что не должно быть у вас. У меня врач-эдоскопист это человек, который все-таки не делает этих пугающих надрезов. Насчет надрезов, я вам больше скажу, Анастасия. Мы в Институте хирургии Вишневского, операционной бригадой, восклавляемой профессором Старковым, впервые в нашей стране и вторые в мире после французов выполнили трансвагинальную холецистоктомию. То есть мы не сделали вообще ни одного доступа, который на коже был бы. Мы вошли через задний свод влагалища в брюшную полость и при помощи эндоскопа удалили желчный пузырь у женщины. То есть не сделав ни одного разреза кожи. Мы вошли через слизь. И потом появился целый пул таких операций и у нас, и в Китае, и во всем мире. В общем-то стали удалять и воспаленный червеобразный отросток через стенку желудка. Это называемая операция через естественный доступ. Через естественный доступ. На лотос операции, да, так называемая. Ну вот, то есть эндоскоп — это как бы система, аппаратура, имеющая трубки, да, специальная как бы... Это очень высокотехнологичный инструмент. Высоко очень технологичный инструмент сейчас, да, вот, через который вы как бы попадаете вовнутрь. Этот осмотр органов внутри нас, да, который выполняется, ну, не всегда как бы с надрезом, то есть это через естественный вход. И этот орган должен иметь полость. Ну да. Ну, как бы по определению. Или трубчатую какую-то структуру, если это суставную какую-то... Все, что можно, да, раздуть... Все, что можно раздуть, туда можно... Посмотреть, да, туда можно зайти. Ну, человечество и врачи, прежде всего, да, как бы были одержимы, чтобы посмотреть на внутренний мир человека и внутри проходящие в нем процессы. То есть забраться вовнутрь, а там темно, мокро, поэтому нужно было, чтобы туда попасть, и это должно было быть что-то осветительное. Я просто подвожу вас потихонечку к истории вопроса, да? Вы почувствовали? Я хочу спросить, вот эти сначала, ну, согласно той технике и развитию науки, это были даже свечи изначально, лампы, которые могли приносить даже ожог и так далее. То есть, в принципе, эндоскопии в 18-м точно веке трудно говорить, но попытки были. А в 19-м веке она зарождается официально. По-моему, 1600-й год был изобретен прибор, он назывался... Лайт Лайта. Это световод, 1806-й год. Да, Филиппом Бассини был использован. Да, Филипп Бассини или Бассини. Но вы знаете, что с ним сделали, да? Скажите. Что его хирургическое общество, медицинское общество города Вены города Вены за любопытство. За излишнее любопытство. За излишнее любопытство он был осужден, да. А отцом эндоскопии считают Дезмуао как раз. Это француз, который уже совершенствовал прибор Бассини, который он осмотрел уже органы органитального тракта. Да, Антонин Жан-Дезармо. Дезармо, да. Дезармо. Да, это 1853 год официально, когда был первый вот этот эндоскоп им как бы придуман. И, собственно, даже написана одноименная книга. И вы считаете, вот отсчет вот отсюда ваша история. Ну, на самом деле, надо сказать, что первые эндоскопические инструменты, они мало чем отличаются от комнаты. Правда? Да, да. Особенно, когда на них смотришь в музее. Вот. Это трубочка с определенным указом. Да. И первые эндоскопические, в общем-то, манипуляции были уж поглотатели только потому, что они были привычны к выправлению пищевода вот этим неестественным образом. И поэтому на них тренировались вводить вот эти металлические трубки и осматривать каким-то образом все это глазом, да. То есть они были первые подопытные? Ну, в общем-то, да, с них все начиналось. Их как бы антропология соответствовала вашим опытам. Да. Какие вы? Да, но это не мы. А современные приборы, конечно, это очень... Ну, в истории эндоскопии выделяют как бы четыре периода. Вот первый этот ригидный, который жесткий. Да, жесткий эндоскоп. Да, потом полугибкая оптика. Гибкий. Гибкая оптика и электронно-оптический. И электронный сейчас. ПЗС-матрица, когда появилась. Да, это, конечно, прорыв был в эндоскопии, потому что мы все увидели в цвете, мы все увидели, можно сказать, в объеме, на большом экране, с хорошим разрешением. В общем, и сейчас, конечно, эндоскопия приближается к тому, что вот есть прибор, например, целый изю, да, который позволяет делать микроскопию ин-виву. То есть мы смотрим на слизистую в режиме клеточного сканирования. То есть мы видим такие процессы, которые происходят в клетке. То есть не только в органе, но и даже в клетке. То есть это микроуровень. Ну, это называется эндоскопическая эндомикроскопия. Эндомикроскопия называется прибор, эндомикроскоп. Вот владеет им, конечно, единица в мире, но тем не менее... То есть вы вошли вовнутрь раз. Первому, кстати, эндоскописту было за любопытство наказание. Вы всё-таки решили не отступать. И насколько глубоко, как вот это всё, когда начиналось? Это было не глубоко, это заканчивалось, как правило, мочевым пузырём. Мочевой пузырь? Да. Кишечник, наверное, да? На начальное отдело, да. На начальное отдело. Она тоже была, хотя нам пытаются представить, что её не было. Нет, и они просто люди на вскрытии видели, что очень много патологических изменений находится именно в желудке, толстой кишке. Но это всё было закрыто? Ну, это было после того, как уже ничего сделать невозможно. Когда уже ничего было нельзя, уже после вскрытия, да, вот можно было увидеть последствия. А тут, да, человеку, в общем-то, сделать всё это прижизненно, да, и попробовать как-то помочь. Забраться вовнутрь и посмотреть, что не так, какую-то патологию. Да, да, да. Именно. То есть первый орган, который страдал и первый просил помощи, это желудок, да, кишечник? Ну, желудок, кишечник, мочевой пузырь. Мочевой пузырь. То есть желудок мы смотрим через рот. Через рот. Гортань. Да, бронхи мы ещё можем посмотреть. Да, через гортань мы смотрим дыхательные пути. Дыхательные пути через гортань. Через нос, через гортань. Сначала верхние дыхательные пути осматриваем, потом трахею, бронхи. Они чем-то отличаются? То есть вот эта трубочка, которая там с глазом, со Но они очень сильно отличаются. А вы, как заведующий отделением эндоскопии, обладаете всеми знаниями? Где-то больше, где-то меньше. Я всегда говорю, что заведующий эндоскопическим отделением – это как играющий тренер. Моя задача – заменить любого игрока моей команды. Но я могу, скажем так, не достигать экспертного уровня, в котором вот этот человек может быть уровень его компетенции. Но, тем не менее, заменить этого человека должен. То есть любой орган вы можете осмотреть? Ну, чисто теоретически – да. А какой орган для вас, нельзя так сказать, любимый, но предпочтение, которое вы больше всего чувствуете, понимаете, ощущаете? А вы знаете, Анастасия, у меня есть орган такой, который я могу сказать, что, наверное, я в нём разбираюсь. Это тонкая кишка. Тонкая кишка. Самая, мне кажется, коварная. Я начинал заниматься именно научной работой в Институте хирургии Мишневского именно капсульной эндоскопии. Это то место, которое традиционным эндоскопом осмотреть невозможно. Она больше всего запрятана, наверное, да? Она недостижима. Сверху мы ограничиваемся, там, нижней горизонтальной ветви 12 перстной кишки. Вот снизу – это небольшой участок повздошной кишки, да, можем осмотреть. Почему её природа так спрятала? Как она там так? Ну, это просто такой отдел кишки, где происходит процесс именно всасывания, пищеварения, да, и поэтому… То есть природа её закрыла? Ну, она всё для нас закрыла. Ну, это да. Вот просто мы потихонечку открываем сейчас это всё. Потихонечку открываем. Да. Мы вынуждены открывать. Да, и капсульная эндоскопия, она действительно пролила свет на многие-многие заболевания, которые раньше считалось, что их не бывает, например, опухоли тонкой кишки. А чем вот она болеет? Вот опухоли, да, самые страшные? Ну, опухоли, да, страшно. Ну, страшно вообще всё. В кишке, знаете почему? Там очень маленький диаметр. Там диаметр всего 2 сантиметра. Если там что-то вырастает, то оно, как правило, начинает перекрывать просвет, либо проявляется это кровотечениями, когда пища травмирует то, что выросло, да, либо развивается кишечная непроходимость. Потому что в толстой кишке всё-таки у неё побольше объёма. Побольше объём. И всё-таки это как-то менее резко проявляется, скажем, не менее опасно, но менее резко это всё проявляется. Она ещё скрылась, и плюс стоит в себе такие вот коварные болезни. И вот прям очень... Наверное, и смертность была очень большой, да, вот без вас, без вот этой специальности, которая не могла предвидеть, да, на шаг вперёд, перед нашей хирургией. Смертность очень сложно оценить, да, потому что, к сожалению, мы этих больных не могли оценивать в каком-то продолжительном промежутке времени. Почему? Потому что тогда к нам приезжали больные, скажем так, со всех просторов Российской Федерации, плюс ещё союз независимых государств, да, как правило, делали исследования, находили, давали рекомендации. Кого-то мы оперировали в институте, конечно, да. Кто-то уезжал к себе на родину, и, к сожалению, их судьба до сих пор нам неизвестна. Некоторые пациенты до сих пор, я с ними держу связь, и с ними, в общем-то, всё неплохо. Вот, но действительно, опухоли тонкой кишки, и мы доказали это вот в нашей научной работе, что это не столь редко встречающаяся проблема, как они думали ранее. Вот в чём дело, да, потому что считалось, что раз я этого не вижу, ну, хирурги вообще люди простые, раз я этого не вижу, этого не существует, да, как бы. Ну, возможно. Да, и мы вот просто доказали, мы очень хорошее исследование сделали, у нас было больше 200 наблюдений по тонкой кишке, и, конечно, мы, в общем-то, находили такие изменения. Болезнь крона мы находили в тонкой кишке, вот, которая считала, что до этого, что поражается только терминальный отдел подвздошной кишки и толстая кишка, да, мы доказали, что болезнь крона может и там быть тоже. А как это проявляется, вот это как-то можно заранее, до вот этих вот манипуляций эндоскопических понять, что что-то не так? Ну, жалобы есть у пациента, это, ну, всё, в желудочно-кишечном тракте начинает практически всё проявляться расстройство пищеварения, да, в тонкой кишке это тем более выражено, потому что там в основном происходит там всасывание, да, вот, как бы, и больные все начинают жаловаться на неустойчивый стул, либо запорой, либо наоборот, да, пропозную диарею, это снижение массы тела, как правило, это какая-то температура может быть. Ну, то есть это нельзя не заметить, да, это всегда себя проявляет. Какие-то жалобы, а вот больные со скрытыми кишечными кровотечениями, даже есть такой термин, да, обскор, бледен, да, это скрытое кровотечение, выявляется у них аномия, да, железодефицитная. Им делается гастроскопия, ничего не находят. Делаем колоноскопию, тоже ничего не находят. А кровотечение, оно не профузное, оно там, скажем так, капельками подкравливает просвет тонкой кишки, и ничем, никакими другими методами это не выявляется. И вот этот больной путешествует от терапевта к хирургу, от хирурга к гематологу, от гематолога к терапевту, и замкнутый круг вот может разорвать, разорвать, только, возможно, получилось при помощи капсульной эндоскопии, когда мы сделали, сказали, что источник кровотечения именно здесь, вот, и оперировать нужно вот именно. То есть в этом уникальность эндоскопии, да? То есть вы можете обозначить и выделить то, что никакая другая сфера медицины не способна. Нет, эндоскопия вот это очень, скажем так, мощный инструмент у человечества, да, даже сейчас эндоскопия, она применяется, может быть, даже не совсем в медицинских темах, в Алиэкспрессе можно купить эндоскоп, которым можно осмотреть чрево своего автомобиля во всех подробностях, да, и залезть в канализацию тоже. Вот, да, эндоскопия. Но это уже взяли по аналогии. Да, эндоскопия, она сейчас очень востребована в мире. Наверное, стремление человечества посмотреть, что внутри, такое вот изначально, какая страсть в этом есть. Да, и потом очень же процент онкологических заболеваний как раз доступны эндоскопической диагностике. Потому что раньше мы даже еще, может быть, 10 лет, 15 лет назад ловили заболевание на той стадии, когда оно проявлялось клинически, то есть это либо кровотечением, либо кишечной непроходимостью, да, либо перфорацией опухоли. То есть, скажем так, когда уже делалась операция какая-то отчаяния, да, на устранение острохирургической проблемы. Сейчас, имея вот эндоскопию такую мощную, развитую, мы можем нивелировать все эти процессы, убрав полипы из толстой кишки, уже доказанным мультицентровыми исследованиями, что мы, как правило, продлеваем человеку на 10 лет жизни. Вот поэтому сейчас вот такая тенденция, что больше делать колоноскопии именно, да. То есть, чтобы предвидеть, опередить вот эти страшные вещи. Да, чисто профилактически убрать полипы, потому что это доказано, что рак в толстой кишке растает из полипа, да. А эндоскопия как раз выявляет прежде всего эту патологию. И выявляет, и удаляет. И удаляет. И удаляет. А что входит в обязанности, значит, врача-эндоскописта? Вот как бы функция так вот, если... Врач-эндоскопист должен провести, ну, современно, да, мы имеем в виду, потому что сейчас идет все-таки разделение двух ветвей эндоскопии, которые, эндоскописты, которые занимаются чистой диагностикой, да, и эндоскописты все-таки, которые выполняют эндохирургические вмешательства. И эти ветви начинают... Лечат по-другому. Да. То есть это, с одной стороны, диагностика, исследование, а с другой стороны, лечение. Да. И эти ветви начинают расходиться. И даже я знаю несколько медицинских учреждений в Москве, у которых это два отделения в рамках одного отдела. То есть диагностическая эндоскопия, в которую входит там ультрасонография, о которой мы сегодня говорили, да, там. Еще там хромоскопия, там цветовое выделение, в общем, ну весь спектр, да, и хирургическая эндоскопия, которая занимается РХПГ. Это ретроградное вмешательство на протоковой системе удаления полипов, опухолей, различных отделов пищеварительного тракта. В общем, которая занимается лечением. А если орган, у него нет естественного доступа, да, он закрыт, то есть он имеет полость, в принципе, его можно посмотреть, но он так закрыт нашим телом, что нет части естественной пути, то вы прибегаете, да, вот к хирургическому вмешательству. Да, зачастую бывает такое нужно делать. А самые такие вот болезненные, скажем так, процедуры, ведь эндоскопия, это не так больно, не так страшно, в принципе. У всех по-разному. Вот сейчас вот я большой поклонник того, чтобы наши пациенты не участвовали в наших исследованиях, в наших манипуляциях. Я считаю, это, ну это, конечно, тоже, опять же, вызывает определенные дискуссии, что эндоскопия должна выполняться в условиях седации медикаментозной, чтобы человек заснул и проснулся. А мы в это время сделали, да, мы в это время сделали свои манипуляции. Почему? Объясню, потому что, ну, во-первых, даже эмоционально врачу легче работать, когда у тебя человек, скажем так, абсолютно инстинктивно, да, ну, в общем, сопротивляется твоему противоестественному вмешательству, да, но мы с этим можем бороться, можем не бороться, но это есть. Да, это, во-первых, и все-таки тебя это отвлекает от выполнения исследований, которые ты должен выполнить тщательно и как можно, в общем-то, эффективней, да, во-вторых, опять же, вот, как это называется, я не люблю вот английских организмов, называют, ну, слово, на мой взгляд, очень правильно, compliance называется. Это способность человека в следующий раз прийти на твое исследование. То есть если человек это все перенес, вот я говорю, как заснул и проснулся, у него больше будет потребности прийти к тебе, когда действительно это будет необходимо на повторное исследование. Если же человек там в 20 лет ему сделали гастроскопию, так что он там 3 дня приходил в себя, то в 45 лет он может не прийти к тебе на это исследование, когда этому будет действительно необходимо, понимаете? И вот здесь мы теряем этих пациентов. Мы теряем их только из-за того, что, да, что вот ты так сделал, да. А как вот преодолеть этот барьер? Как сделать так, чтобы мы не боялись? Ведь мы приходим... Не боялись, а разговаривать с пациентом. Надо говорить. То есть это общение, да, попытка. Да, и своих врачей. И вот я всегда говорю, говорите с людьми. Но ведь мы приносим, мы приходим лечиться, это значит, мы больны, мы приносим вам боль. И ждем от вас, чтобы вы эту боль... А это наша работа. Если вы поговорили с врачом, вам не стало легче, значит, это не доктор. Надо разговаривать, надо объяснять, надо вот с людьми попытаться найти какой-то общий язык. Потому что, ну, редко, когда человек уходит в глухой отказ, ему ничего невозможно объяснить. Это когда мне говорят, вот он такой-сякой, да, просто доктору, скажем так, либо времени не было с ним поработать нормально, поговорить, да, либо желание. Потому что за излишней загруженностью иногда, как это у нас бывает, да... Ну, сейчас вообще медицинская сфера так перегружена. Просто, да. Идти каждому, о каждом поговорить. Ну, поскольку... Я поэтому никого не осуждаю, и поэтому говорю своим врачам, давайте вы работайте тогда. Достаточно сложная сейчас подготовка к колоноскопии, чтобы ее сделать, надо хорошо очистить кишечник. Там есть несколько правил, да, базовых. Вот. Можно как сделать? Можно всучить пациенту в руку бумажку с подготовкой и говорить, готовься так. Не прочитай. Люди разные бывают. Кто-то будет прям досконально все это исполнить, и все будет хорошо. Люди... Ну, блин, если ему это не так важно, что он мне сунул эту бумажку, да, ну, я так к этому отнесусь, да. Что получает эндоскопист на выходе? Он получает, а, плохую подготовку, то есть ты не можешь гарантировать, что исследование выполнено полноценно, б, ты, извините, эксплуатируешь аппаратуру очень дорогую, да, и никто на нее нагрузку и амортизацию не отменял. То есть это лишний раз. Ты не просто ввел эндоскоп, а ты его еще помыл после этого в агрессивных средах, да, тебе нужно его подготовить для следующего больного. Это второе, да, то есть, опять же, нагрузка на аппарат увеличивается. В – это отношение самого больного. То есть человек шел с одним настроением, что ему сейчас все расскажут, а ты говоришь ему, извини, дорогой, но я тебе ничего не могу сказать. Понятно, что посмотреть внутри, нужно этот внутренний мир подготовить. А капсульная эндоскопия, она требует еще более тщательной подготовки. Почему? Объясню. Потому что при колоноскопии мы можем собрать содержимое, да, если его немножко, там, отмыть что-то такое. Капсульная эндоскопия – это пуля, ты ее запустил, и вот то, что она увидела, то она увидела. Поэтому там подготовка вообще должна быть идеальная просто. То есть важно заранее все увидеть, предугадать, а также какие-то процессы следить над их динамикой, да? Обязательно оценивать результаты лечения. Оценивать результаты лечения. То есть без эндоскопии практически не проходит ни одно лечение. Возьмем язвенную болезнь желудка, да, язвенную болезнь 12 перстной кишки. Мы выявили заболевание, да, гастроэнтеролог должен назначить лечение, и потом мы должны осуществить контроль с эффективностью проведенной терапии. Посмотреть, как лечение, да, посмотреть того самого зловредного возбудителя, там, за которого Нобелевскую премию получили, я имею в виду хеликобактер пилори. Посмотреть, насколько его уничтожили, да, выполнили его эрадикацию, этого возбудителя. Посмотреть, как закрылась язва. Если после рубцевания язвы сужение, да, на уровне 12 перстной кишки, и зачастую бывает то, что язва рубцуется и формируется пилорбульбарный стеноз, так называемый, да, когда много язв, они вызывают вот это вот стенозирование, сужение просвета, и пища перестает проходить. И тогда мы говорим уже о каком-то вмешательстве с целью нормализации пищи. Это и есть не проходим, о котором мы говорим, да? Ну, это да, это один из видов. Один из видов. А как вот обнаружить, вот как выглядит здоровый кишечник, да, какой он имеет форму, структуру, цвет, и как вы видите, ну, назовем это так, порога? Вот как вы сразу определяете это? Ну, во-первых, когда ты обучаешься, да, над тобой стоит ментор, как правило, да, который тебе показывает, вот это нормальная ткань, вот это ткань не здоровая. А, то есть уже индикатор какой-то, да, фиксирует? Во-вторых, во-вторых, ну, атласы есть, мы же смотрим постоянно, потом есть всякие форумы, сейчас очень много эндоскопических библиотек в интернете, когда ты увидишь что-то непонятное, да, ты можешь обратиться туда, либо посоветоваться с коллегами. Ну, а как это выглядит вот по-другому? Как вот здоровый отличить от нездорового? Это другая структура, другой цвет? Как вот это? Вот чисто вот людей, которые мы же не видим, это внутренний мир. Расскажите, вы же там бываете. Вообще ткань, она всегда должна быть гладкой, да, и розового цвета. Если она красного цвета, то мы предполагаем, что там есть воспаление, да. Если у неё отёчная, да, она, ну, как бы избыток жидкости внутри неё, да, если она красного цвета, если она увеличена в размере, мы говорим, что, скорее всего, это воспаление, да. Если мы видим вырост, да, есть ткань гладкая-гладкая, а тут что-то такое над ней возвышается, либо плоское, либо с ножкой, мы говорим, да, вот здесь вот ткань избыточной выросла, да, что это полип, да. Уплотнение, как мы определяем? Мы определяем его просто пробуя вот эндоскопическим фарцептом, это такое устройство для взятия биопсии. И смотрим, насколько оно мягкое. Но бывает мягкое, твёрдое, мягко-эластическое консистенции, да, смотрим, как слизистая смещается, не смещается над этим образованием. Если мы видим дефект, да, вот слизистая есть и есть, потом кратерообразное какое-то углубление, мы говорим, что здесь вот есть дефект слизистый. Либо если в пределах слизистой мы говорим об эрозе, если это глубже, то говорим о язве, да, о каком-то язвенном поражении. То есть вы останавливаетесь и начинаете что-то делать? Мы останавливаемся, начинаем что-то делать. Если это кровотечение из этой язвы, мы его останавливаем. Если нет кровотечения, мы, как правило, берём биопсию для определения, что вызвало эту язву, да, потому что в желудке иногда встречается так называемая язва рак, потому что это как бы под маской язвы желудка маскируется опухолевое поражение стенки. Коварная болезнь, ещё себя такая мимикрия проявит. И поэтому мы вот у нас... А вы уже обладаете навыками даже распознать то, что скрывается, да? То есть не то, что что-то, цвет другой, уплотнение, увеличение стенок. Но с опытом это приходит, да, какие-то детали. Ты, когда много больных этих смотришь, у тебя уже появляется какое-то чутьё. Ты понимаешь, вот здесь вот просто язва, да, а вот здесь может быть какая-то патологическая ткань. Но потом, опять же, сейчас же у нас на помощь нам приходят дополнительные методы. Это хромоскопия, когда мы можем покрасить специальным химическим агентом, да, и посмотреть, там, как ткани окрашиваются, например. Но это касается любого органа, да? Любого, любого. Мы говорим сейчас о любом органе. Мы можем сделать осмотр в узком спектре света. Это вот современные аппараты позволяют сделать, да? Тоже можем посмотреть сосудистый рисунок, потому что сосуды все ведут по-разному. В здоровой ткани, в опухолевой ткани. И там воспалительные сосуды какие-нибудь, да? А что в них вот не так, когда органы... А строение сосудов. Меняется строение. Да, характер слизистый, ямочного рисунка меняется. А действительно ли это так? Правомерно ли говорить так, что процессы в клетке идут по-другому? Ну, в онкологической клетке? Ну, пока мы не увидели клетку, мы не имеем права так говорить. Мы должны взять биопсию, и это нам должен сказать патморфолог. Но это так? Он посмотрит под микроскопом, увидит эти патологические метозы, и скажет нам, вот здесь вот онкологическая клетка, аденокарцинома, и поэтому надо что-то предпринимать. Поэтому, да, мы очень тесно работаем и с патморфологами тоже. А что вот вы, человек, который погружается вовнутрь, видите всё там изнутри, досконально даже в клетку имеете доступ. Вот что такое происходит? Почему она становится на путь онкологической болезни? Как только мы ответим на этот вопрос, мы научимся лечить рак. Сейчас ответа нет. Вы только можете по факту сказать, что она стала... Ну, есть несколько теорий. Есть теория канцерогенеза, да, что поступающие вещества извне провоцируют. Да, это как бы... Есть иммунная теория возникновения рака, то есть происходит срыв противоопухолевого иммунитета, потому что в организме есть специальные клетки, которые эллиминируют вот эти вновь образующиеся... Раковые клетки, они образуются постоянно, но просто они... То есть мы с ними живой и здоровый организм их содержим. Да, но просто мы с ними умеем бороться, да, наша иммунная система знает, как с ними бороться. То есть природа заложила в нас по-другому смерть, то есть мы вот таким образом запрограммированы на смерть. Это называется апоптос, да, гибель клетки, гибель всего организма. Только это может быть заранее, а врач может это предвидеть и остановить. Так получается, если простые слова... Предвидеть это практически невозможно. Мы... Предвидеть по... Есть поговорка такая, она мне очень нравится. Каждый человек, ну, при развитии медицины, доживет до своего рака. Понятно. То есть, да, как бы это детерминировано. Детерминировано. Потому что когда-нибудь наш иммунитет не справится с этим, да, и вырастет опухоль. Вот наша задача, скажем так, поймать это на ранней стадии, когда это может обойтись малой кровью, да, для пациента, и для врача, и для медицины. Какая у вас? Наша задача как можно дольше продлить жизнь человека. Прям какая-то божественная миссия. Вы продляете жизнь человека. Миссия была бы исцелить до конца людей, чтобы они не болели. Продлить жизнь. Ты тоже что-то... Ну, продлить жизнь, да. Свыше. Ну, если нам дают такие инструменты в руки. Как вы ощущаете себя, вот, когда вы смогли помочь? Вот наша передача носит название, да, «Быть врачом». Привилегия помогать и спасать. То есть, привилегия над нами. Вы имеете такую возможность своим опытом, знанием, своим даром. Тем временем, когда вы научились быть врачом, да, то есть, помимо желания, вы еще обросли навыками. Привилегия тем, что вы способны помочь. Я получаю, в общем-то, действительно, как говорят наши коллеги, эти самые биохимики, говорит, окситоцин, наверное, вырабатывается в бешеных количествах, всякие другие гормоны удовольствия, да. Но я могу сказать вам так, Анастасия, что могут быть две операции продолжаться, они могут быть абсолютно одинаковое количество времени, и затрачено, может быть, одинаковое количество усиленно. В одном случае у тебя получилось помочь, а в другом нет. Вот когда не получается, ты выходишь, как просто выжатый человек, и ты чувствуешь реально физическую усталость. То есть, это твоя собственная боль, да? Ты чувствуешь себя очень сильно нереализованным, да, что не получилось. И наоборот, когда у тебя получается, ты можешь чувствовать в себе силы продолжать, ты можешь делать еще, еще, еще и еще. Вроде бы ты отдал силы, а они еще больше пришли, потому что ты помог, да? Да, ты помог, ты получаешь, ну просто да, ты получаешь удовлетворение, действительно, от своей работы, и даже чисто на физиологическом плане, мне кажется, на каком-то. Это и большинство людей оставляет в профессии. Я говорю, поэтому вот, возвращаясь к началу нашего разговора, да, то вот люди, которые вот чего-то больше ждут от профессии, и этого не получают, вот именно они, наверное, начинают выгорать, и у них разочарование происходит в пути. А если ты вот работаешь именно вот так вот сегодняшний день, получаешь, да. Есть отдача, то... То все нормально, люди не выгорают. То люди не выгорают. Какое будущее у эндоскопии? Вот что ждет нас? Ведь наука развивается, медицина развивается. Болезни развиваются, усложняются. Вот что здесь? Как вы отреагируете на новые вызовы? Ну, скорее всего, все-таки, мне кажется, произойдет разделение на диагностическую и оперативную эндоскопию, потому что, ну, это как бы естественный ход событий, да, как мы говорим. Вот, то, что диагностика станет еще более точной, это абсолютно верно, потому что сейчас, я знаю, применяется система искусственного интеллекта, который будет вместе с тобой смотреть на монитор и выявляет сразу патологические очаги. То есть вы будете видеть картину, смотреть на монитор и не только анализировать, но еще и телег будет подсказывать. Да, уже это реализовано в капсульной эндоскопии, там есть автоматический источник поиска кровотечения, то есть тебе не надо просматривать все исследование, он маркирует все исследование, потому что оно занимает иногда там до 8 часов с физически. Ну, сокращать может какую-то рутину даже, да? Да, и когда он тебя расставляет, ты просто смотришь на эти источники, вот, ну, подозрительные, то, что компьютер распознал, как, возможно, кровотечение, да, возможно, это просто игра теней, но зачастую он точно попадает абсолютно тебе, куда тебе надо. Вот, то есть искусственный интеллект, он все больше и больше будет внедряться и помогать быть инструментом. Да, не ошибется. Но за ним нужно, его нужно контролировать, и я считаю, свои, как бы, компетенции ты не должен из-за этого уменьшать и только ориентироваться на искусственные интеллекты. Это основной вердикт должен быть. За врачом, за врачом обязательно. Вот даже, опять же, я говорю, потому что капсульная эндоскопия, я и занимался достаточно в Америке, принцип такой, там все исследования врач не смотрит, потому что время врача очень дорого. Там смотрит средний медперсонал, то есть медицинская сестра, если что-то не нравится, она отмечает, а потом врач приходит просматривать только эти участочки. Ну вот я считаю, что это большая-большая ошибка, потому что уровень компетенции сестры и уровень компетенции врача, они разные. Конечно. Она может что-то просмотреть, упустить. И кто будет виноват в этом случае? Сестра, которая не имеет достаточного уровня компетенции, или врач, который не увидел просто этот участок, потому что он не посмотрел все исследования? Да, какая дилемма. А на весах жизнь человек. На весах здоровье, да, жизнь человек. Жизнь и здоровье человек. Да, именно так. Удивительно. То есть врач-эндоскопист должен иметь очень много, исходя из вашего рассказа, навыков, специальностей, вот в частности даже хирургии обязательно, должна быть как бы базой, основой. Какие еще знания? Я считаю, что чем надо впитывать все в себя, как губка абсолютно. Ты не знаешь, что тебе может пригодиться в следующий момент времени. Например, вот мы работали с больными, со спинальными больными, да, которые имеют паралич от шеи и ниже. Накладывали им гастростомы. И тут идет тоже, ты должен понимать в неврологии, да, что одно дело ты накладываешь гастростому человеку, у которого нет этих проблем, да, а другое дело вот это спинально больного, у которого нарушено кровоснабжение, иннервация, и то, что, скорее всего, твоя манжетка может вызвать пролежение, эмигрировать куда-то, ты все это должен держать в голове, потому что просто так, вот, да, не знаю, неврологии тоже нельзя. Ну, в эндоскопии делать, может, сказать нечего, да, я понимаю. Да нет, ты должен просто интересоваться всем. Вот, опять же говорю, вот эти горизонтальные связи, они тебе очень помогают. Да, знать всего невозможно. Да, но ведь и знать всего невозможно. Но ты когда общаешься с коллегами, да, он говорит, слушай, а вот так-то, да, и у тебя должно это оставаться, где-то откладываться, что, да, возможно, вот такие вот варианты. И когда это все накапливается, ты все увереннее и увереннее ощущаешь себя, да, и делишься с этим коллегами. Главное, не замыкать все это в себе, а вот именно надо как бы обсуждать это, да, чтобы это все переварилось и пришли к какому-то вот такому консенсусу. Потому что вот я могу сказать про эндоскопистов, ну, вот нашей страны, мы все очень дружная команда. Правда? На самом деле, да. И если кто-то к кому-то обращается за помощью, как правило, никто не отказывает. Вот Кирилл, например, я тоже очень хорошо знаю, например, который был у вас в программе. Дело доходит просто там до звонка. То есть тебе надо кого-то достать и какого-то эндоскописта узнать даже, возможно, через него там о каких-то там пациентах, которые находятся в его медицинском учреждении. Это дело одного звонка. Как правило, мы друг другу не отказываем. Здорово. То есть нужно уметь общаться не только с пациентом, который к вам пришел и просит о помощи, но еще и внутри своих коллег. А мне кажется, врач – это общение. Ты должен коммуницировать со всеми. То есть здесь нельзя быть одиноким? Нет. Одиночная медицина – это противоположные полюсы. Хорошо. А какая ваша мечта? Я не знаю. У меня их много. Ну, хотя бы поделитесь самым сокровенным. Вот что врачи желают? Ну, хочется, чтобы больные наши выздоравливали побольше, да. Все-таки окситоцин, чтобы побольше в человеке вырабатывался. Я имею в виду в специалисте. И чтобы все было нормально у тебя на твоем, скажем так, семейном фронте, чтобы не болела голова за то, что там дома делается, да. Чтобы дети были здоровы, да, учились, чтобы там жена не хворала. Ну, если есть родители, чтобы родители были здоровы. Это тоже немаловажно. Ну, вот я думаю, это абсолютно такие человеческие ценности. И если это вот все складывается, то мечтать-то, в общем-то, не о чем бывает. Да, кажется, что не о чем мечтать. Но мечта, хочется, вот у меня мечта, чтобы люди останавливались на старе, так, в годах так, на 30-ти, на 25-ти. И жили так, не болели никогда и не умирали. Доктор желает здоровья. Это понятно, но мы, к сожалению, болеем и будем болеть, и будем обращаться. Пока, да. Потому что это встроено в нашу жизнь, как вы и сами сказали, что в клетке уже при рождении изначально встроена вот эта вот задатка болезни. Но мы должны разгадать этот механизм самоуничтожения, да, и в конце концов разминировать себя. А ему должна быть гармония. Вселенная – это гармония. Врач устанавливает гармонию. Абсолютно, абсолютно согласен. И я вот думаю, что все, что не движет нас к этому, да, нас отбрасывает назад. Назад вот в эти темные времена, которые человечество должно перейти. Потому что это очень, на самом деле, небольшой шажок. Вот то, что мы прошли, то, что мы сейчас делаем, отобретение эндоскопа, да, высокотехнологичного устройства этого, я вас уверяю. Но вовнутрь вы уже попали. В клетку вы уже попали. Что очень может мало времени пройти, и мы опять окажемся с жесткими трубками. Ну, будем надеяться, что это не случится, потому что жизнь, она не упрощается, а только усложняется. Но за счет того, что мы познали внутренний мир, наверное, нам за это пришлось и заплатить, да. У всего есть оборотная сторона. Как с химиотерапией, знаете, да, как ее изобрели, химиотерапию. После атаки на реке Ипор, да, применяли иприд. Да, и потом врачи заметили, что люди, отравившиеся ипритом, у них опухоли развиваются гораздо дольше. Да, а некоторые исчезают вообще. Они стали изучать и выяснили вот именно цитостатические свойства иприта. И начали изучать действующие вещества и изобретать новые. Так и получилось, современная химиотерапия берет, казалось бы, из такого античеловечного, да, действия, как химическое оружие. Но, тем не менее, возникли целый пласт медицины. Я думаю, что мы будем всегда шататься от одного к другому, от внешнего к внутреннему. Капсулу тоже, кстати, изобрели как шпионское устройство. Как шпионское устройство, значит, врачи, это шпионы. Врачей сначала, да. А у нас есть устройство, оно называется, вот сейчас, которое позволяет нам заглядывать в еще более тонкие структуры, вот такие, как протоки, да. Но одно дело, когда мы их смотрим под регеном, называть ретроградное вмешательство, там, ретроградная холангиопанкреатография. А есть, когда мы можем заглянуть глазом. Это устройство называется спайглаз. Подзорная труба, правда, в переводе с английского, но, тем не менее, слово спай там присутствует. Удивительно. Это, наверное, уже последние разработки. Ну, да, да. К чему же дальше ей двигаться? Уже все, по-моему, постигли. Еще тоньше. Еще тоньше? Да, еще ультразвук должен быть, еще глубже проникать. Спасибо большое за очень искреннюю беседу, которую вы погрузили в свое собственное детство, в свой жизненный путь. Откровенно рассказали, как вы стали врачом такого уровня, что вы делаете, что можете. Спасибо и низкий поклон вам, такому большому специалисту. Спасибо вам. И большая честь попасть, вам повезло, вашим пациентам, которые попадают в руки такому знающему врачу, который знает все и был внутри, даже внутри клетки. Спасибо. Спасибо вам.